Привет всем и с прошедшими новогодними праздниками! Наступил 2014 и значит настало время выполнять обещание насчет цикла выпусков про сетевые технологии. Тут, конечно, речь пойдет не только про интернет, хотя многие хотят слышать именно про это, но я обещал именно цикл выпуск о сетевых технологиях. Интернет, впрочем, является неотъемлемой их частью. Поэтому, конечно, мы поговорим и про интернет. Это будут сугубо технические выпуски. Но все-таки это будут не какие-то там компьютерные технологические подробности. Это будет в основном именно историческая справка. Я больше говорю о датах и о людях, нежели о каком-то там исходном коде, не дай бог, или чем-то еще. Так вот, я хочу продемонстрировать, что же это будет за видео. Большинство зрителей моего канала воспринимают его как, в общем, игровой. Хотя, на самом деле, мой канал никогда таким не был. Он ведь все-таки создавался как чисто технический. Ну, я уж не виноват, что именно игры долгое время являлись двигателем прогресса компьютеров. Поэтому, рассказывая о каких-то интересующих меня технологиях, я неизбежно говорил о компьютерных играх. И так и повелось. Потом я уже стал делать какие-то уже конкретные игровые обзоры, и это, собственно, никуда не денется. Это отдельный цикл, он будет существовать параллельно. Сетевые же технологии, о которых я собираюсь рассказывать, тема достаточно большая. Выпусков будет много. И, конечно, они будут интересны не всей моей аудитории в связи с этим. Но, с другой стороны, если вы любили шоу 16-бит тому назад и соскучились по нему, это будет примерно тем же самым, что и было в шоу. Там были рамки, которые ограничивали меня только компьютерными играми. И мне очень часто говорили, что пора бы за эти рамки выйти. Ну что ж, вот у вас есть возможность посмотреть, как будет выглядеть шоу 16-бит тому назад без этих самых рамок. Сегодня я хотел бы поговорить о такой сетевой технологии, как распределенные вычисления. Иными словами, что такое кластер, как он делается, с чем его едят. Впрочем, мы будем говорить не только о сети и кластерных нодах. Посравниваем и процессоры, подумаем о том, как вообще все это дело развивается. Справка, как обычно, будет в основном историческая, ну и вообще, чтоб вы знали. Может быть, сразу говорить про такую систему, как Mozix, не самое лучшее начало для этого цикла. Но зато оно самое показательное, чтобы вы поняли, с чем вы будете иметь дело, и те, кому это неинтересно, могли бы просто не смотреть. А то наступят разочарования, и комментарии, которых я жду, технические и интересные, могут легко пропасть в тонь недовольства. И тогда будет очень трудно общаться. Поэтому лучше сделаем это в этом ролике. Итак, сегодня я хотел бы поговорить про систему на базе Unix, которая сделана для того, чтобы из кучи компьютеров можно было бы сделать единую большую вычислительную машину. Начнем? Компьютер принято считать умным устройством. Даже обычный мобильный телефон, обладающий расширенным функционалом, близким к персональному компьютеру, называют смартфоном. То есть умным телефоном. Тем не менее, как такового искусственного интеллекта, который мог бы хотя бы приблизиться к интеллекту человека, на сегодняшний день не существует. Человеческое мышление абстрактно, а компьютер, как ни крути, работает по заданным алгоритмам и не способен принимать решений, которые не были бы изначально заложены человеком. За любой умной компьютерной программой стоит еще более умный и вполне живой программист. Но с чем точно поспорить нельзя, так это с тем, что компьютер умеет быстро считать. Вычислительная техника потому и называется вычислительной, что в ее основе лежит суть банальная калькуляция. Компьютер способен выполнять миллионы и даже миллиарды математических операций в секунду, и по этому параметру он, безусловно, превосходит человека. Вычислительная техника, как известно, развивается по закону Мура, который гласит, что количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца. Возможно, вы слышали вариант этой теории с другой цифрой, такой как 18 месяцев. Но на самом деле это уже не закон Мура, который ничего не говорил о производительности транзисторов, он говорил лишь об их количестве. А вот прогноз Дэвида Хауса из Intel, по мнению которого производительность процессоров должна удваиваться каждые 18 месяцев, из-за сочетания роста количества транзисторов и быстродействия каждого из них зачастую путают с этим самым законом. Впрочем, и сам закон Мура часто оспаривается, так как он построен на эмпирическом наблюдении и зачастую трактуется как обыкновенное совпадение, актуальное только для определенного периода в истории развития компьютеров. Да и сам Гордон Мур в 2007 году сказал, что закон скоро перестанет действовать из-за атомарной природы вещества и ограничения скорости света. Но тем не менее, несмотря на экстремальный прогресс в развитии электроники, производительности одного, даже самого быстрого чипа, ученым, требующим быстрых вычислений, не хватало никогда. Конечно, для вычисления каждой отдельной задачи можно выделить отдельный компьютер, но и этого не всегда бывает достаточно. В больших научно-исследовательских институтах, как правило, применяется так называемая кластеризация, то есть объединение нескольких компьютеров, так называемых кластерных нот, в одну большую вычислительную ферму. Такие кластеры обычно называются суперкомпьютерами, хотя на самом деле суперкомпьютер — это, как правило, десятки, сотни или даже тысячи обычных микрокомпьютеров, объединенных распределенной операционной системой. Бывает и такое, что одного кластера мощных компьютеров не хватает все равно, и тогда их объединяют в большую вычислительную сеть, называемую GRID. Но надо понимать, что простое подключение нескольких компьютеров к сети не дает линейного прироста производительности. Достаточно сравнить производительность оперативной памяти с производительностью компьютерной сети, чтобы стало ясно, что любые данные, выходящие за пределы своей вычислительной ноды, автоматически упираются в так называемое бутылочное горлышко. Однако, если ваши задачи построены с учетом этой специфики, вы можете получить максимальную производительность при минимальном простое во время обмена информацией между нодами. Представим себе обычный компьютер с многоядерным процессором. Такую систему, конечно, с большими пренебрежениями можно считать кластером. На такой машине может выполняться операционная система с поддержкой многоядерности, которая способна размещать задачи на каждое доступное ядро процессора динамически. При этом сами задачи не обязательно должны поддерживать параллельные вычисления. Операционная система сама может разложить однопоточные процессы по ядрам и получить выигрыш в производительности перед одноядерной системой. Причем этот выигрыш может быть очень разным в зависимости от типа многоядерности. Современные процессоры от передовых производителей подходят к реализации этой функции очень по-разному. К примеру, процессор Intel Core 2 Quad является фактически двумя двухядерными чипами, объединенными в один процессор. Такая конфигурация в идеальных условиях дает этому процессору двойную производительность процессора Core 2 Duo. А, например, процессор AMD Bulldozer состоит из так называемых модулей, каждый из которых определяется системой как два ядра. Но у них общий сопроцессор для операций с плавающей точкой и общий кэш второго уровня, поэтому операции, затрагивающие этот функционал, могут исполняться такими двумя ядрами только по очереди, что фактически не дает никакого прироста производительности относительно одноядерной конфигурации. Представим себе, что производительность одного ядра процессора от Intel совпадает с производительностью одного ядра процессора от AMD. В жизни это, конечно, не так, но для наглядности можно и пренебречь. Если взять процессор AMD Bulldozer, где таких модулей установлено, скажем, 4, и сравнить его производительность с процессором Core 2 Quad, то на операциях с плавающей точкой эти два процессора покажут одинаковую производительность, несмотря на то, что процессор от AMD определяется как восьмиядерный, в то время как процессор от Intel определяется лишь как четырехъядерный. Однако целочисленные операции будут выполняться на процессоре от AMD в два раза быстрее, потому что каждый модуль бульдозера имеет два независимых ядра, отвечающих за операции с целыми числами. Иными словами, если программист учитывает особенности построения системы с большим количеством вычислительных голов, то он может добиться очень высокой производительности, несмотря на присутствие бутылочных горлышек в такой системе. И если у вас есть несколько чисто математических приложений, которые вы хотели бы выполнять одновременно, вам было бы полезно использовать многоядерную или многопроцессорную машину, где работала бы операционная система с поддержкой соответствующего оборудования. Но это справедливо, если количество таких приложений у вас сопоставимо с количеством доступных ядер. А если у вас таких приложений десятки, или тем более сотни, в этом случае вам необходимо множество таких машин. И чем таких задач больше, тем труднее правильно размещать такие задачи на соответствующие машины. Нужно следить, чтобы ядра не простаивали, в то время как другие работают под высокой нагрузкой. Очевидно, что в этом случае процесс распределения задач по вычислительным ресурсам должен происходить автоматически. И вот одной из реализаций такой автоматизации в свое время стала система управления кластерами и сетями MOSIX, созданная в Университете Иерусалима исследовательской группой под руководством профессора Амнона Барака. Группа начала свою работу еще в 1977 году. Тогда эта система еще называлась просто MOS, что расшифровывалось как многокомпьютерная операционная система. Первую ее работающую версию выпустили в 1983 году. Тогда выбор платформы был, конечно, не так велик, как сегодня. Разумеется, в качестве основы MOS была использована операционная система Unix-7, созданная в Bell Labs под руководством компании AT&T. Естественно, и об архитектуре X86, которая тогда находилась в зачаточном состоянии, речи еще быть не могло. Поэтому MOS работал на кластере больших компьютеров PDP-11. Но прогресс не стоял на месте. И вскоре MOS взял за основу операционную систему Unix System V, которая работала на компьютерах VAX, производства корпорации DEC. А там уже и подоспел Intel со своей архитектурой IA32, на которой работали процессоры 486 и Pentium. Для того, чтобы портировать на эту архитектуру систему MOS, понадобилась и версия Unix, способная работать на архитектуре I386. В 1993 году Linux был для этих целей еще слишком молод, хотя это вопрос спорный. Но в любом случае Барак принял решение использовать в качестве основы операционную систему BSD, дистрибутив Unix, созданный в университете Беркли. К 1999 году превосходство Linux в области X86 совместимых Unix-подобных систем практически уже не вызывало сомнений и тогда Mozix перешел на базу ядра Linux. В этом виде Mozix существует и по сей день. Версия для ядер Linux 2.6 и 3, актуальных сегодня, называется сейчас Mozix 2, хотя реально это уже десятая версия Mozix. Она реализована на уровне виртуализации операционной системы, который представляется пользователем и приложением как единая система под управлением Linux. Это позволяет приложениям работать на удаленных узлах в точности так же, как они бы работали локально. Пользователи запускают свои приложения абсолютно обычным для них образом. И не важно, поддерживают ли эти приложения параллельность или нет. Mozix уже сам прозрачно для этих приложений ищет свободные ресурсы в кластеры и распределяет процессы среди доступных узлов, увеличивая тем самым общую производительность. Благодаря прозрачности сами приложения не знают о том, что исполняются удаленно, так что никакой специальной подготовки этих приложений не требуется. Mozix 2 может управлять как кластером, так и гридом, а также отдельными рабочими станциями и другими разделяемыми ресурсами. Если у вас есть возможность выделить несколько компьютеров под кластер, вы можете установить на каждый из них обычный Linux, немного модифицировать ядро и передать управление этой машиной системе Mozix. Однако не обязательно отдавать Mozix компьютер целиком. Вполне достаточно установить виртуальную машину и уже запущенный в ней Linux безо всяких модификаций ядра передать под управление Mozix. Таким образом, в кластер можно превратить даже несколько обычных домашних компьютеров, работающих под управлением OS Microsoft Windows или Apple Mac OS X, не нарушая их работу в качестве обычных рабочих столов. Иными словами, попробовать себя в роли держателя кластерной ноды может, в общем-то, каждый из вас. Кому это интересно? Зачем на практике это обычному человеку? Да незачем. Но если вдруг у вас есть чисто технический интерес или по работе надо, допустим, пожалуйста, я, в общем, дал определенную справку. И вот примерно в таком стиле мы будем говорить и об интернете, и вообще обо всем, что будет дальше в рамках цикла сетевых технологий. Естественно, мы поговорим и про историю создания интернета, про маршрутизаторы, которые применяются для ее работы, и все остальное, то, что вы наверняка и ожидали увидеть в этом. Просто это будет примерно вот в таком стиле. Теперь вы знаете, к чему готовиться, и еще не поздно нажать крестик в правом верхнем углу и дальше не смотреть. Всех остальных поздравляю с началом этого мини-шоу. Увидимся скоро. Пока никаких прогнозов.